Алексей Иванович Алексей Иванович Алексей Иванович Алексей Иванович на российском рынке работает. Многие сейчас, мы уже интегрированы фактически в торговое сообщество мировое. И мировой рынок органической продукции, он растет большими темпами. Прогнозы очень серьезные, до 30-го года на 250 миллиардов долларов, евро были. Сейчас, конечно, не знаю, как в связи с новыми событиями, текущими мировыми. Но, в принципе, многие, когда начинают задумываться о переходе, они видят перед собой задачу выходить тоже на международные рынки. Но поскольку рынок, во-первых, российский, он развивался медленно в последнее время, то есть ему толчок дал с принятия закона в 2018 году об органическом производстве. До этого все, кто начинал работать, не сертифицировались по европейским стандартам. Или вот стандарт агрософии, когда у нас партнерство было, мы организовывали и на выставках участвовали совместно. Ну, как бы там небольшой круг был, до 40 членов было максимум, какие-то года. А так, в целом, все ориентированы в основном были на международные рынки. Во-первых, переработки в России нет. То есть, если мы здесь планируем заниматься, произвести мало, нужно продать продукцию, мы должны понимать, как мы будем зарабатывать все равно, потому что экономика – это основа предприятия, так или иначе. Поэтому, ну, все равно прицел был на европейские рынки, в первую очередь, у многих. Сейчас перерабатывающие предприятия зарождаются. Ну, все равно это либо вот таким образом, частным, небольшим. Представители тоже, ребята, здесь компания «Ривера», «Биосфера», хозяйство Мордовской республики тоже работает. Тоже так же, таким же образом, внутри хозяйства перерабатывают и продают сетями работы. Тоже один из крупных переработчиков в России. Поэтому нужно определить целевой рынок, куда мы пойдем. Иначе будем продавать продукцию. Вот даже Алексей Иванович при переработке своей, он сказал, что некоторые продукции, виды продукции до 50% приходится продавать либо как обычно, либо там в корма, может быть, там уходит в кормовое производство. Вот, выбрать целевой рынок, куда пойдем. На целевом рынке, на европейских рынках сейчас очень сложно, но многие товарищи, коллеги, кто занимается, продавали еще продукцию в этом году. Там высокие требования тоже, строгий контроль. Потом ограничения по некоторым видам продукции. Это таможенные платежи, там сборы, пошлины европейские тоже есть на некоторые введенные ограничения. Это как на сырье, на перерабатывающую продукцию, там меньше, может быть, на некоторую. Спросом в основном пользуются, это там бобовые, масличные культуры, хуражные культуры, поскольку в Европе, если рассматривать ее как рынок, животноводство меньшими темпами развивалось в последние годы, нежели растеневодство. Поскольку многие компании уходили, ну, зеленая энергетика активно развивалась, многие фермеры ушли в зеленую энергетику и перестали, там больше субсидий были для производства растений, то есть там кукурузы, какие-то быстрорастущие растения для биогазовых установок начинали производить. Там больше дотации, вот, поэтому продукции для развития органического животноводства не было. Активно закупается продукция, поэтому за рубежом Россия, Украина, Казахстан, вот эти страны бывшего СССР, они вот поставляли достаточно много в последние годы продукции, это бобовых для кормовой базы. Вот, нужно определиться с рынком, естественно, вот. Второй этап, это мы выбираем все равно сертификатора, с кем работать, ну, на целевой рынок. В России сейчас тоже появились уже вот сертифицирующие, здесь представители есть сертифицирующие в Ростовского Росвитхозцентра, вот, по российским стандартам, которые сертифицируют по ГОСТу, с кем работать. То есть, если на европейский рынок понятно, что нужно выбирать аккредитованного сертификатора, который работает по стандартам, сертифицирует. У всех стоимость разная, тоже есть компании, которые дороже, свои услуги оценивают, есть, которые менее, менее дорого. Есть те, которые более богатый опыт, менее богатый опыт, конечно, но и понятно, что на какой-то целевой рынок выходим. Я работал в немецкой компании, вот, мы сертифицировались, соответственно, у немецкого сертификатора Кива БЦС, крупнейший в Европе сертификатор, вот, с грамотными очень специалистами, с большим богатым опытом работы, ну, соответственно, там стоимость она выше, чем, там, у прибалтийских либо украинских сертификаторов, которые тоже работали. Органик Стандарт компания, армянская компания работает тоже сейчас здесь, в России остались. То есть, кто сейчас будет работать, ну, есть компании, кто остался, многие сейчас уходят. Ну, то есть, можно с этим списком, кто на российском рынке работает, там, в справочниках международных найти, либо через профильные союзы российские органические узнать это. Вот. Когда, ну, вот, выбираете, естественно, процесс сертификации начинается, если вы с нуля начинаете, то это переходный период тех участков, которые вы собираетесь отвезти под органическую продукцию, вот, переходный период два года. Эта продукция, соответственно, она не является первые два года органической, является продукцией переходного периода, вы не можете просто продать как органическую, заработать вот ту маржу, которую вы планировали. Поэтому она либо продается как обычно, либо в конверсионном статусе, в виде переработанной продукции, Алексей Иванович об этом тоже говорил, на внутреннем рынке. Ну, на европейский рынок сложно очень продать продукцию переходного периода, если она не является какой-то уж очень исключительной, там, там, очень, там, высоко маржинальной, которая вообще, ну, в малом количестве на рынке присутствует. Поэтому здесь вопрос очень, ну, такой сложный, и внутри страны он поднимается именно по поддержке производителя органической продукции, получению субсидий, как раз, чтобы можно было покрыть вот эту разницу, разницу в цене, разницу вот этот убыток, который фермер, хозяйство, оно недополучает при производстве органической продукции, когда переходит. Хотя бы на два года мы об этом тоже разговаривали, там, и в профильных союзах с тем, чтобы поддержка государства, хотя бы на первом этапе была такая вот значительная. В дальнейшем уже там, ну, непонятно, как, то есть будет до сих пор-то не принятый закон, там, либо какие-то проекты, мер поддержки, только лишь в некоторых областях, там, Воронежской, Томской, Белгородской, я не знаю, на каком уровне, там, Воронежской, по гектархой есть, и, а, там не по гектарху, у вас 50% субсидий, 50% затрат на биопрепараты, которые применяются, и 50% стоимости сертификации покрывается государством. В прошлом году, по-моему, порядка 50 миллионов фермерам было выделено, в этом я слышал, что порядка 80 миллионов рублей фермерам выделяется в Воронежской области, именно вот субсидии, заложено у них. Вот, но это все равно, это все равно существенная поддержка, если там стоимость сертификации, европейскую, конечно, это не поддерживает, только российскую, вот, ну, существенно, ну, там, сколько, может, до полумиллиона, может быть, дойти, там, или выше. Ну, если стоимость препаратов, там, на гектар, там, 2,5-3, там, до 5 тысяч рублей при высокоинтенсивном применении этих препаратов, ну, половина, то есть, тысячи гектар, там, 25 миллионов, нет, 2,5 миллиона рублей, там, можно получить на такое хозяйство. Вот, и, значит, дальше, вот с сертификатором, если мы работаем, да, важно с сертификатором начать работать честно. Вот, должны быть откровенные отношения, потому что, как бы, многие иногда думают, что там, переходя, ну, немножко подсыплю здесь, с краешку там брызну, это незаметно будет, какими-то средствами защиты, либо что-то остается, вот, это может привести к плачевному результату. Такие случаи уже были, той же компанией, там, сибирские биопродукты, вот, они создали кооператив, и в итоге были лечены, там, ну, слышали, по слухам, как бы, с членами кооператива не общался, но один из фермеров, он использовал либо удобрения, либо средства защиты, которые были выявлены, применения, которые были выявлены в процессе контроля. Поэтому весь кооператив лишается в этом случае статуса органического, и страдают в этом случае все. И поскольку, ну, мы когда планируем, мы не хотим же лишиться этого. Мы должны, во-первых, все, если средства защиты химические были, их либо продать, утилизировать, ну, каким-то способом от них избавиться, избавиться от всех упаковок, чтобы в хозяйстве не было вообще никаких следов применения, там, даже намека какого-то. Потому что помыть сеялки, если сеялки с внесением туков работают, вот, бункера из-под туков обязательно, чтобы там ничего не было. Сошники, рабочие органы, опрыскиватели были вымыты, стояли. Потому что, ну, малейшее, как бы, подозрение, оно на внесение химических средств защиты либо удобрений, оно приведет, ну, к лишению статуса. Вот, либо это будет просто продление переходного периода еще на один год. Вот, поэтому честные отношения. Бухгалтерия, как Алексей Иванович сказал, что она проверяется достаточно дотошно. Все входящие средства материальные, которые закупаются, они тоже оцениваются, смотрятся, что на складах находится. Визуальная проверка и документальная тоже присутствует. Поэтому важны вот очень такие честные отношения, если вы действительно хотите перейти на органическое производство. Но, в первую очередь, занимались органическим производством, конечно, это люди идейные. Только это вот в последнее время уже начинает вырисовываться, как какой-то бизнес. Потому что люди начинали, у них либо было внутреннее неприятие того, что нам приходится работать с химией, вообще проблемы со здоровьем у детей, у семьи. Поскольку многие фермеры, кто и выращивает овощеводческую продукцию, либо плодовую, они и сами потребителями своей продукции являются. Либо это просто, ну, многие приходят в сельское хозяйство. Сейчас тоже известно, ну, раньше было, когда фермерское движение начиналось, люди из города, вот, и они, естественно, хотели выращивать тоже чистую продукцию, вот, значит, начинали свое, как бы, направление работы в сельском хозяйстве. Вот они именно ориентируются на производство чистой продукции. Но это люди вот такого идейного склада. Вот. Поэтому вот эти вот вещи очень важны. Обязательно открытость, прозрачность хозяйства, прозрачность документации, это очень важно. Это то, что касается подготовки, как бы, в дальнейшем, когда вы планируете, естественно, важно, ну, рынок, то, что вы это говорили, на какие рынки вы выходите, какую продукцию вы собираетесь производить. Исходя из этого, уже нужно выстраивать обязательно четкий себе оборот. Вот. Потому что в органическом производстве вы не используете синтетическое минеральное удобрение, и удобрение вообще, как бы, стороннее, их тоже органически не допускается. Они в перечне, в приложении стандартов всех указаны. То, что можно использовать, их можно использовать только лишь тоже при согласовании, после согласования с органом по сертификации. Просто так, ну, например, там есть доступный какой-то ИЛ, там, либо какой-то гумус, либо какой-то гумусовые препараты, либо какой-то компост в соседнем хозяйстве, в животноводческом. Его можно использовать, но можно использовать только после определенной процедуры, там, компостирования, навоз животных. В последнее время его не допускалось использовать, навоз из интенсивных производств. Ну и сейчас тоже нет, но многие, как бы, хозяйства после процесса глубокого переработки, компостирования, когда уже фактически вся органическая масса, она является полностью переработанной, перепрешивая, тогда, ну, где-то некоторые органы по сертификации это допускают. Но в целом, вот, животноводство, удобрений из животноводства, с интенсивного, не допускается использовать тоже для органического производства. Вот. Конечно, наиболее эффективными производствами это является смешанное хозяйство, где присутствует и животноводство, и растениевство, особенно животноводство крупного рогатого скота, поскольку, ну, коровий навоз, он, ну, является все равно одним из эффективных удобрений органических. Вот. Достаточно, ну, хорошо удобрять, если это, там, пяти, шести, семипольный, ну, такой достаточно длительный цикл ротации полей, то, ну, один раз достаточно, в принципе, хорошо внести под какую-то основную культуру, которую в севообороте, основная товарная культура, вот, и уже там поддерживающие мероприятия проводить. Вот. Поэтому севооборот это очень важно, да, обязательно использование в севообороте бобовых культур, поскольку они являются основными культурами в этом поле, ну, находится накопление основных питательных веществ, азот все равно является одним из основных элементов питания для растений, вот. Поэтому ротация с наличием бобовых культур обязательно важна. Ну, и животноводческое хозяйство, естественно, что если вы выращиваете многолетние травы, то многолетние травы все равно они присутствуют там в двух-трехлетнем использовании, вот, и не накапливают основную массу пожнивно-корневых остатков. Основным из элементов бобовых тоже является основным свойством фиксации атмосферного азота, и вот он является основным, как бы, элементом питания все равно, так или иначе. Вот. Даже это все в оборот, если составлен, все равно органическое сельское хозяйство, ну, как многие, как бы, относятся к нему, что это, ну, такой достаточно экстенсивный способ ведения, ну, такое было раньше отношение, вроде бы посеяли, там ничего не делаем, что дало то, что дало то и дало, да. Вот. Ну, как бы это не так, многие сейчас это понимают, что уже интегрирована там схема системы защиты, вот, применение биопрепаратов сейчас широко идет, инокуляция семян защиты, вот, это достаточно интенсивный все равно способ ведения, он, работа, конечно, ведется другими способами, нежели при традиционном производстве, вот, даже более интенсивный, наверное, скорее всего, потому что отсутствие гербицидов, оно заставляет проводить дополнительные механические обработки, борьба с сорняками механическими способами ведется, это либо дополнительная культивация, там, и при уходе оборонования, ротационными мотыгами, там, штрегелями, вот, до всхода в обороновании, по всходам один-два раза все равно желательно пройти, то есть это дает дополнительные возможности к культурам, как бы, защиту дополнительную, вот, можно убрать за счет механических обработок до 70-80% сорняков дополнительно, вот, улучшить аэрацию почвы, вот, воздухообмен почвенный, каких-то вредителей уничтожить, вот, это, ну, считается основным, одним из основных элементов, вот, в органическом сельском хозяйстве, есть сейчас много машин, вот, технологии все равно на месте не стоят, также они развиваются, ну, популярно становится выращивание даже культуры сплошного сева, широкорядно, там, до пшеницы, ну, и зерновые культуры до 20-22 см высевают, сейчас многие очень меньше нормы высева, ну, в Европе популярно, с междурядными обработками зерновых культур, с культивацией, междурядной культивацией, вплоть до такого даже есть, вот, ну, это все зависит от тоже технической оснащенности каждого конкретного хозяйства, вот, системы обработки, кто какую систему обработки выбирает, это уже зависит от тех машин, которые в хозяйстве есть, конечно, тут тоже подбор машин важен значительный, современная технология, они предоставляют сейчас много возможностей, но это тоже зависит, конечно, от финансовых возможностей хозяйства, от размеров хозяйства, если крупные компании, холдинги, они могут себе позволить, там, дорогостоящую технику, вот, система параллельного вождения, вот, системы для междурядной обработки, вождение междурядных культиваторов по рядку, там, системы телематики используется активно, вот, это тоже сейчас все доступно, и роботизированные системы тоже есть, на многих выставках сейчас предлагаются, там, для овощных культур роботы, которые в рядке определяют культуру, определяют сорняки, и сорняки вырезают рабочими органами, оставляя, там, овощные культуры на поле, вот, рабочий труд тоже сейчас дорогой становится, поэтому многим, как бы, хозяин, ну, это везде сейчас такая тенденция, к сожалению, люди, сельское хозяйство, к сожалению, та отрасль, где много приходится работать, вот, особенно в летний период, поэтому не все туда охотно идут, тяжелый труд все-таки сельское хозяйство всегда являлся такой, таким, поэтому сложно очень заманить, и приходится многим замещать уже какой-то роботизированной техникой, системы доения, сейчас, наверное, известно, уже многим роботизированные, которые доеров замещают, системы кормления, вот, и вот в прополке уже и трактора есть роботизированные, которые без механизатора на поле выполняют уже операции, тоже это есть, не знаю, может быть, к этому тоже скоро все придет в мире, поэтому технику, вот, ну, каждый в своем хозяйстве, каждый должен подбирать, исходя из своих собственных потребностей, наличия культур, того, как он, в принципе, видит, ну, и вот, конечно, конечно, тоже важно подобрать средства защиты растений, но, как бы, средства защиты растений, они сами по себе, биология, ну, не панацея, все равно все идет от начала, от земли, от подготовки, от всего оборота, и это уже лишь как дополнительные инструменты, которые помогают нам, то есть это многие уповают, как бы, вот, мы там будем использовать, но все равно здесь нужно начинать от главного писать, как говорится, вот, выбор сорта тоже немаловажен, интенсивные сорта сейчас, очень быстро на рынок выходят сорта, которые через 3-4 года начинают расщепляться, уже многими институтами не доводится, очень быстро выбрасываются в производство, покупают, да, они на первом этапе дают результат какой-то, затем уже приходится переходить уже на новые сорта, либо закупать новые семена, поэтому здесь многие начинают, ищут, Алексей Иванович молодец, он один из пионеров, как бы этому внимание должное уделяет, поиски старых сортов, устойчивых, которые можно размножать самим, у которых нет такого, как бы, сахтового расщепления, вот, и которых можно в течение, там, длительного времени самому выращивать, культивировать и семена использовать уже в дальнейшем, которые только лучше становятся, ну, это пример, давний есть тоже, к Шугурову тоже ездили, мы к Анатолию Ивановичу давно уже, он точно так же, он больше 30 лет работает с одним сортом и его ведет, и точно так же показывал нам документы, где эти сорта, они лучше, чем у института, который является оригинатором этого сорта и его сохраняет, вот, поэтому, ну, выбор сорта тоже, как бы, тут важен. Конечно, они не совсем должны быть такие, все-таки, все равно мы стремимся к определенному экономическому результату, поэтому, ну, урожайность, как бы, здесь тоже, конечно, немаловажно имеет значение, имеет не секрет, что в органике, да, ну, везде это мировой, как бы, опыт, что на 40, 50, там, 30 процентов урожайность ниже, чем в интенсивном производстве, но, тем не менее, как опыт коллег показывает, в той же Германии, там, и в Европе, где хозяйство активно работает, вот, средняя урожайность по зерновым, ну, 50 центров она в любом случае составляет, 50 центров по зерновым, по зимым культурам составляет, по техническим, там, по кукурузе, по той же, вот, очень хороший результат, там, свыше 100 центров, 100 центров с гектара, есть хозяйство, которое очень свободно получает, но они, конечно, работают, такое направление тоже, но многие там, говорят, многие в органике применяют методы регенеративного, восстановительного земледелия, вот, конечно, важно, мы работаем с почвой, вот, и, в принципе, если это вы собственником земли являетесь, вы же не будете ее эксплуатировать и высасывать оттуда все, да? Ничего не возвращая. Ничего не возвращая. Поэтому один из основных принципов, да, это восстановление органического вещества, забота об органическом веществе почвы, и нужно применять все меры, которые есть, чтобы это вещество органической почвы увеличивать, вот, поэтому очень важно, ну, если хозяйство не имеет возможности и вносить, вот, органическое удобрение ни животноводческим, ни ведет, как бы, животноводство, то обязательно нужно использовать, ну, растительную массу всего оставлять в поле, не сжигать, конечно, многие сжигают, вот, но сейчас, конечно, у нас запреты введены на это, но, по крайней мере, органическое вещество в почву возвращать, даже его туда еще дополнительно вкладывать за счет седиратов промежуточных культур, держать, может быть, там не черный пар в паровое поле, а седиральный пар, поскольку, ну, возвращать туда органическое вещество по максимуму стараться. Конечно, не во всех условиях это получается, здесь, вот, южный регион сухо, вот, влага все равно является одним из самых существенных факторов, вот, получения урожайности, лимитирующей в последнее время, и для многих интенсивных хозяйств это понятно, что отсутствие влаги, это при использовании удобрений синтетических, это фактически в последние годы это выброшенные деньги были, они эффективно не работают, вот, они и так эффективно не работают, не так эффективно, как органические, поскольку всем известно, что там в сложных удобрениях процент действия вещества выше, чем в простых, да, от 35 до максимума 60-55% использования, и плюс из того, что возможно использование удобрений, растения еще берут процентов 40-50, то есть остальное, как балластом, является, закисляет почву, ухудшает качество, понижает PH, вот, потом приходится дополнительные меры другие применять, прибегать к раскислению, это тоже дополнительные затраты, ну, это, в принципе, как и для хозяйства самого, затраты, так и в государственном целом, поскольку хозяйство одному не под силу эти миллиардативные мероприятия проводить, приходится за помощью государства обращаться, то есть это, как бы, ну, в целом, задача-то страны такая большая, серьезная, вот, поскольку это все, это деньги, вот, поэтому забота об органическом веществе, она вот на первом месте должна стоять, то есть мы должны максимально-максимально проводить такие мероприятия, чтобы максимально возвращать органическое вещество в почву, поэтому, вот, проводится очень много опытов тоже, и мы вот сейчас тоже занимаемся везде в хозяйствах, где работал, стараемся вот именно таким образом работать. Конечно, тоже зависит от наличия техники, наличия от хорошей погоды, наличия семян, поскольку многих семян там сидератов, обычно это, если промежуточная культура, у нас остается после уборки урожая, очень короткий вегетационный период, в течение которого мы должны посеять, успеть, это при том, что где-то продолжается у нас уборка, либо культуры все равно идут, начинают сначала ранние, а зимы культуры, там, горох, ячмень, пошло-пошло друг за дружкой, если в хозяйстве нет ресурсов, то это очень тоже сложно сочетать эти все работы, но если мы ставим перед собой задачи, хотим как бы экономически расти и делать себе задел на будущее, то нужно ходить как бы на это время все равно и планировать эти мероприятия. Проблемы, конечно, с семенами вот таких, быстрорастущих, с коротким вегетационным периодом растений, в сидератах, ну, использовать культуры с разной корневой системой, глубокой корневой системой, поверхностной, бобовой обязательно, чтобы там были, крестоцветная культура, ну и так далее, там набор, набор там можно много, сейчас многие как бы занимаются этой темой, вот, и тогда и структура почвы сама будет изменяться, потому что много очень, ну, на югах, раньше не так приходилось мне работать, находиться, смотришь где-то у кого-то, ну, структура почвы очень, ну, нет структуры почвы, вот, техника тяжелая используется у многих, вот, односторонние все в обороты, все стремятся за деньгами, вот, очень много подсолнечников у многих хозяйств, где-то стараются регионы это ограничивать, вот, вынос питательных веществ большой, и не секрет, что полдородие и почвы снижаются везде, вот, особенно черноземы, поэтому эта задача такая, она, как бы, общегосударственная, не допустить снижения, вот, и задача фермера, собственника, как хозяина, считаю, что вот она должна быть на это направлена, вот, все мероприятия, как бы, в эту сторону, они только в плюс хозяйства выйдут. Субтитры создавал DimaTorzok